Я постараюсь достаточно быстро, так как мы вместе с гиперметодом организовывали это мероприятие, то глупо было бы не заглянуть, как говорится, к себе вглубь и посмотреть, а что же мы сами собираемся делать в искусственном интеллекте. Я имею в виду компанию Директ Медиа, основным продуктом которой является электронная библиотечная система. Я даже не буду сейчас говорить про Директ Академию, которую я возглавляю, это особый разговор. Поговорим про наш основной продукт, это электронная библиотечная система, университетская библиотека онлайн. И вот что мы с разработчиками нашими, с продуктами, какие идеи нагенерировали. Давайте посмотрим. Во-первых, давайте подумаем, на чем можно обучить искусственный интеллект ВБС. Электронная библиотечная система, это же просто электронная библиотека, предназначенная для целей обучения, в основном в высшем образовании, и для целей научной деятельности. То есть там отобраны, ну в первом приближении, как в Википедии говорят, авторитетные источники, и соответственно, если обучить искусственный интеллект на них, может получиться неплохо. Может быть. Никто пока не знает, никто не учил. Будем пробовать. А дальше, какая еще есть у нас большая информация? Это история аккаунтов. То есть сотни тысяч людей ходят к нам, оставляют свои следы в системе, и эти следы, и это, кстати, не просто какие-то люди с улицы, это преподаватели, студенты, то есть люди, либо с высшим образованием, либо получающие высшее образование, то есть относительно интеллектуальные, скажем так, представители человечества. То есть, наверное, на этом тоже как-то можно это все обучить и чего-то достичь. Далее. Ну, наша система, разумеется, существует не сама по себе, а с какими-то другими информационными системами, и вообще с внешним миром. Соответственно, мы можем посмотреть какие-то перекрестные паттерны и корреляции с другими информационными системами и уже обучить на этих корреляциях. Ну и как маленький пример, наверное, первого, это очень вкусный такой пример, это в контенте существует иллюстративный ряд, и если хорошо этот иллюстративный ряд оттуда выделить, как-то его разметить, то может получиться достаточно интересной и даже какая-то генеративная система на основе иллюстраций из учебников и научных статей. Далее. Ну, что еще? Это вопрос. Давайте подумаем. И теперь чуть-чуть подробнее. Что в контенте? Ну, во-первых, напрашивается некий аналог чат ДПТ, обученный не на всем контенте огромном, мировом, а только на ограниченном материале ЭБС. С одной стороны, он будет ограничен, с другой стороны, он явно будет меньше галлюцинировать. Ну, как мне кажется. Тем более, что это направление, в общем-то, уже начинает проговариваться, и крупные компании, в общем, в этом уже проявляют интерес с тем, чтобы на своей документации огромной это все обучить, чтобы потом люди легко находили бы те знания, которые накоплены данной компанией. Дальше, ну, очень важно для нас, нахождение аналогичного или дополняющего открытого контента. То есть у нас есть библиотеки, в электронной библиотеке лежат книги под правами, но вокруг, в открытом пространстве, лежит много свободного контента. Почему бы его, им не дополнить тот контент правный, который хранится у нас. А вот дальше идет очень стремная вещь. Это переход от единицы контента, то есть издания у нас, к единицам смыслов. И здесь как раз и главный интерес, и главная опасность. Почему я назвал свою презентацию «Или убийца»? Потому что на самом деле переход к смыслам, от издания к смыслам, это шаг огромной величины. Если его сделать, это будет абсолютно классная вещь. Но с другой стороны она убивает электронную библиотеку, как библиотеку изданий. Потому что смыслы, они не живут уже как совокупность больших форм, они живут как-то по-другому. Ну, нельзя создать библиотеку смыслов. Смыслы, они живут в некой связи друг с другом и в свободном пространстве, где они сами функционируют. Поэтому это с одной стороны классно, а с другой стороны, наверное, это следующий шаг, на котором из семени уже будет росток, и семя будет уже не существовать, а будет что-то другое существовать. Ну и, да, вот уже здесь неоднократно упоминалось, это генерация тестовых материалов на основе этих смыслов. Я уже тут задавал наводящие вопросы по поводу этого. Это огромная проблема. На самом деле, огромное количество ресурсов, денег было затрачено на то, чтобы создать комплексы тестовых материалов. Если бы мы могли здесь увеличить эффективность хотя бы на те 30%, о котором кто-то здесь говорил, хотя бы, да, то это был бы вообще гигантский шаг вперед. То есть, если бы можно... А вообще, конечно, желание это... Это мы имеем учебник, мы имеем окружающие материалы, которые как-то этот учебник дополняют, и вперед генерируй вопросы, генерируй дистракторы, и все нормально. Наконец-то мы не будем зависеть от преподавателя, который создает дурацкие вопросы, не умеет общаться, не может и не хочет соблюдать правила тестологии, и вот обучим и вперед. По поводу истории аккаунтов. Что оттуда можно взять? Ну, разумеется, рекомендательные сервисы. Это то, что уже делается, но искусственный интеллект, конечно, этому должен придать совершенно новое видение. Рекомендации поведения, подсказки, семафоры. Это о том, о чем говорил Арсен только что. То есть, если человек... Ну, он, наверное, говорил применительно к боли, к обучающим системам, к системам дистанционного обучения и так далее. Я это вижу, что даже в поведении аккаунта внутри ЭБС как-то выдает, скажем так, его качественность, его обучение. Отстает он, не отстает. Может быть, ему уже в сентябре, в конце сентября надо поставить желтый свет на светофоре и сказать, парень, ты сюда редко ходишь, ты не прочитал вот эти рекомендательные книжки, тебе надо... В декабре тебе будут трудно. Меры надо сейчас принимать. Далее. Ну и еще обмен интеллектуальными наработками между юридическими лицами, например, вузами. Потому что каждый вуз внутри электронной библиотеки накапливает свой особый опыт. И, в общем-то, этот опыт остается внутри там. Обобщить его, это будет очень здорово, и если этим займется искусственный интеллект, это тоже будет здорово. Ну и отсюда следует, что мы, если мы берем лучший опыт, который найдет нам искусственный интеллект, мы сможем сделать умные предустановки наших сервисов, которые будут выдавать, например, качественные подборки учебников, более качественные, чем мы внутри себя можем нагенерировать, потому что мы не можем быть специалистами по всему. Ну и, наконец, перекрестные паттерны. Это рекомендации, какие-либо рекомендации, исходя из сведений других информационных систем. Если у нас есть какие-то возможности залезть в какие-то другие информационные системы, например, будучи в ВБС, залезть в ЛМС или в какую-то другую систему и взять оттуда тоже какие-то сведения, то мы, конечно, еще большими возможностями для рекомендательных сервисов будем обладать. Далее. Тонкая подгонка контента, измерительных материалов и событий. То есть, если у нас есть материалы в виде изданий, и к ним есть контрольные материалы, мы их можем подогнать более тонко, чем это может сделать, ну, скажем, посторонний человек. Я не говорю про автора, да, но просто человек, которому это задано сделать. А искусственный интеллект здесь мог бы помочь, по-моему. Ну, и организация связи между студентами и будущими работодателями. Студент, оставляя какой-то след в электронной библиотеке, он, вообще говоря, это классная информация для работодателей. И если человек интересуется тем-то, тем-то, тем-то и тем-то, это может означать, что, возможно, даже вне зависимости от оценок этого студента, этот человек может быть ценным кадром, начинающим кадром в какой-то компании вот такой-то. Вот. И выловить эту информацию, отдать ее работодателям, чтобы они начали этого студента хантить с третьего курса, например, это может быть даже и здорово. Вот. Ну и все, на этом моя идея заканчивается. Я хочу услышать ваше мнение по поводу этих идей, реплики и вопросы. Добрый день еще раз. Алексей Авровенко, технический директор гиперметодов. Павел, правильно ли я понимаю, что ваш спич, ваша презентация очень похожа, я бы сказал, на техническое задание? Я уже сказал, да, что мы это обсуждали с нашими разработчиками и продактами. Поэтому, ну, возможно, да. Хотя я не ставил такой цели. Вот на последнем слайде я видел Татьяну Альбертовну, там, где с косой шла к двери Software Developers, то есть к нам. После того, как она нас зарежет, вот эта вот дама с косой, видимо, на сцену, вот на авансцену выйдет некий другой класс разработчиков, не мы, не алгоритмические, да, а вот те товарищи, которые вам это смогут сделать. Просто вопрос к аудитории и к вам, как называется эта профессия, как будут называться эти профессии будущего, которые будут этим заниматься. Тут есть, на самом деле, чем заняться. Я бы назвал его сомелье кодинга. Это не кодинг, это нечто же иного свойства. Ну, как назвать программинг, да, или сомелье, то есть это подборщик, то есть это человек, который сам вины не делает, а предлагает вам на выбор, да. То есть он быстро может сориентироваться и найти какой-то API там, где вы никогда бы не стали его искать, и притащить его, и вы через 10 минут подключите его к своему коду, и он заработает. Да, а и коммуникает. Или дрессировщик мне пришла. То есть мы берем готового тигра, который умеет базовые вещи делать, и натаскиваем его стоять. Чего греха таить? Программисты уже давно не умеют сами с нуля писать алгоритмы сортировки, да? Есть такое. Это уже давно. Я на самом деле спрашиваю. Это просто продолжится в более быстром темпе, на мой взгляд. Ну, в общем, тут на несколько лет работаем. Спасибо. Шапира Константин не выступал еще сегодня ни разу. Реплика. А почему вот все эти функции не завязать бы, сейчас скажу крамольную вещь, но чиновники у нас тоже здесь есть, на госуслуги? Ну, наши мысли не распространяются так далеко. Мы подумали о нашей системе, да, и что? Потому что возьмем любую систему, каждый про себя может нагенерить таких хотелок. Ну, я хотел бы сказать, что госуслуги, кстати, по сравнению с другими странами, это не такой плохой продукт. Он и так неплох, да? То есть нельзя на него тыкать, как на продукт, который, вот сейчас мы внедрим там искусственный интеллект, он наконец-то станет хорошим. Он достаточно хорош, на четверку с минусом. Дмитрий Иванченко, Павел, а мне кажется, было бы очень полезно, если бы вот эти сервисы были бы завязаны на образовательные успехи ребенка. Ну, то есть если говорим о рекомендательных сервисах, то привязать не только к тому, что он прочитал, а что ему интересно, какие у него оценки, у него провалы по биологии, может быть ему надо биологию порекомендовать, или может быть наоборот, он в душе физикой? Это пункт внешней системы, то есть паттерны между электронной библиотекой и системой обучения, например, да? Вот оттуда можно. Я не говорю, что это можно вылавливать только из электронной библиотеки, просто я готов говорить за электронную библиотеку и не готов за какие-то другие информационные системы. А, Дмитрий, передайте, пожалуйста, пока. На правах организатора можно дополнить картину? Да, вот мы, в принципе, сегодня обсуждаем в двух направлениях. Первое, там опасно-неопасно, противник-соперник. Второе, это вот как работаем с чатом, с GPT и другими чатами, то есть с готовым уже продуктом запрашиваем, что-то получаем. Но на самом деле есть пласт работ, когда действительно ведется разработка, ну, на нашем уровне, мы там не OpenAI, но разработка действительно таких систем, и вот здесь речь идет, о ней Павел Юрьевич не сказал, о проекте «Искусственный интеллект читает книги», вот так он у нас и называется, на сайте aibooks.ru, можете посмотреть. И там вот, между прочим, интересный опыт, полезный в нашем контексте, когда мы делаем вот эту работу с искусственным интеллектом и помогаем озвучивать книги. Ну, вы знаете, рынок аудиокниг, он растет очень быстро, но практически он сейчас охватывает только вот рынок бестселлеров, потому что это очень дорого, там около 100 тысяч стоит озвучить одну книгу. Вот, у нас задача более демократическая, для учебного рынка озвучить все учебники, там или учебные материалы, это должно быть дешево, это в этом должен помочь искусственный интеллект. Вот, и я хотел бы, почему еще рассказываю, не просто потому, что мы вот потихоньку движемся, уже года три такие программы, а в чем суть этой работы? Вы примерно представляете, если книга есть, ее можно прочитать, но вы тоже представляете, если ее прочитать, это будет очень коряво, и после там 10 минут любой человек закроет. Вот, для того, чтобы подготовить текст книги для аудиопрочтения ридерам, даже хорошим ридерам, нужно провести очень большую работу, связанную с переводом текст. По сути дела, это тоже перевод, но из формы текстовой подачи, да, в форму аудиоподачи, которая бы озвучилась этим бессмысленным ридерам, очень правильно. Вот, ну и здесь разработан целый ряд инструментов, который связан с устранением речевой неопределенности. Прежде всего, это понятная проблема, там, с озвучиванием цифр, сокращений, да, если вы представите, как нам расшифровать сокращение, чтобы было правильно, ну, мы сходу понимаем, как оно должно звучать, вот, для компьютера, это очень сложно, и с целым рядом задачи связаны, где как раз мы включили инструменты машинного обучения, нейросети, вот такие, как БЕРТ, которые помогают, вот эту вот неопределенность, то есть букву О с точкой раскрыть, или это отец Ануфрии там будет, или это остров Соловки, и вот таких вот случаев очень много. Вот так что, вот помимо использования больших готовых систем, вот на нашем уровне обычной разработки мы тоже можем решать очень интересные, такие довольно большие задачи. Спасибо, спасибо за дополнение. Я отвечу на два вопроса, которые пришли из онлайна. Вопрос, а как же персональные данные и благими намерениями вымощен известный куда путь? Ну, я хочу сказать, что я думаю, что вы опоздали с этим вопросом лет на 20. Цукерберг и другие товарищи уже давно с вашими данными делают все, что хотят. Да, не глядя на закон о персональных данных, мы не собираемся идти в ту сторону, на самом деле, но, конечно, будем стараться с ними обращаться аккуратно, но это вопрос к разработчикам и о том, как мы эти данные будем в обобщенном виде, не в обобщенном виде, и так далее. Вот, конечно, по принципу не навреди, будем стараться делать. Так, у меня все. Продолжение следует...